Making real beauty. И я хочу, чтобы в большей степени, знаете, какие пришли? Привет, ребят! Девочки пришли, которые кричат там, да, вы там себе кожу отрезали. Вы завтра офигеете от того, как вы будете выглядеть после того, что вы сделаете вместе со мной. Вот, и будете завтра кричать, что да, действительно, такое будет ощущение, что... Типа того, что всё взлетело, всё натянулось. Я хочу, чтобы каждый, чтобы это почувствовал. Объясню, почему я делаю платные курсы, потому что я всё-таки не фейсбилдер, это не моя работа. Вот, я обыватель, и я всё-таки известный человек. И каждый, извиняюсь, мой пук всё время вставит в новостях, показывает по телевизору. И я не хочу, чтобы моё лицо перекошенное наскринили и везде потом таскали. Вот, Танюша, привет, приходи завтра тоже. Вот, а я пока попробую написать программу для вас, знаете какую, завтра в 11 утра по Москве. И постарайтесь перед этим ничего не делать, постарайтесь перед этим не краситься, постарайтесь перед этим вообще ничего не делать. Постарайтесь завтра проснуться и просто прийти с утра, чтобы вот какие вы есть, помятые. И вот я буду помятая с утра, и мы завтра все вместе начнём с вами день. И вы увидите, насколько ваш день завтра начнётся по-другому, насколько вы себя будете ощущать по-другому. Вы будете ощущать себя пьяненькой, как я себя ощущаю. Но не от того, что я пью алкоголь, а от того, что энергия будет настолько другая. Вот, и приходите все. Я всех приглашаю, кроме мужчин. Вот, и вы поймёте, насколько важно, в принципе, вот начинать свой день тоже правильно. Насколько важно правильно запускать себя. И я давно этого хотела сделать, но, короче, завтра вот у нас такая возможность. И что будем делать? Что будем делать? Мы завтра будем делать, я вам покажу в экспресс-режиме. Просто я не буду вам показывать то, что мы делаем с девочками на закрытых семинарах, когда мы там используем, не знаю, такие вещи, как бы. Это я не буду показывать, но я вам дам базу, от которой вы уже будете дома делать эту базу сами. И уже будете чувствовать разницу и видеть эту разницу, что самое интересное. Окей? Так что все те, кто не смог позволить себе прийти, завтра я вас жду в 11 утра. Окей? Там просто в 11 утра по Москве. Но эфир будет висеть 24 часа, поэтому если кто не успеет в это время, то потом сможете сделать это в другое время, удобное для вас. Вот. Кстати, те, кто девочки, у нас сегодня был сам массаж, и он не записался. Одна девочка мне написала, ты зарабатываешь деньги с нас такие, типа, чё офигела, давай присылай. Я говорю, послушайте, вы со мной так не разговариваете? Я говорю, вас здесь видеть не хочу, ваши деньги, 800 рублей, я вам верну. Хорошо, верните, я говорю, обязательно верну. Как будто по-человечески не может такое произойти, что как будто я это сделала нарочно. Вот таких людей видеть не хочу у себя, ни за какие деньги вообще. Вот. Те девочки, которые сегодня, они пропустили утренний марафон, я запишу для вас его вечером, перед сном. Просто сейчас волосы не хочется пачкать, то, что у меня сейчас на первом канале будет прямой эфир через час. А, уже через 20 минут, что ли? Господи, как быстро время летит. Вот, я вам запишу этот эфир сегодня, повешу его вечером, и он будет у вас висеть, и завтра утром сможете его сделать. В полном режиме то, что я вам даю. Тебе правда было обидно, что тебя не называли в школе по имени? Мне правда было обидно, но... Мне было, знаете, что обидно? Мне было обидно, что... Годами меня не называли по имени. Годами. Не просто в школе, меня годами не называли по имени. 6 миллионов подписчиков смотрят только полторы-две тысячи. У меня всегда смотрят полторы-две тысячи. У меня потом просматривают. И дело не в том, что боты. У меня просто аудитория не 13-15-летняя. У меня аудитория 30+. Это аудитория не та, которая сидит круглыми сутками в интернете и тыкает лайки. Это довольно-таки думающая, мощная аудитория. У меня всегда так было. В принципе, я даже не удивляюсь этому. Зато моя аудитория, она очень качественная. И я ей горжусь. Мне не нужна миллионная аудитория тысячами лайков. Лайкающая, которая сидит и в принципе, кроме этого, ничего не делает. У меня немножко другая аудитория сам по себе. Завтра приходите ко мне и вы увидите меня и без фильтров, и без ничего. И на телевидении я тоже без фильтров, если что. Мне просто очень нравятся вот здесь реснички. Вот. А на телевидении нет фильтров. Можете посмотреть в моей передаче. Так что приходите завтра. Все увидите своими глазами. с утра пораньше, без макияжа, без прически. Я такая зависла, смотрю на фонтан, так красиво. Почему я не делаю в блок людей, а кидаешь в блок людей, которым не понравилась одежда, мы никого в блок не кидаем. Я как раз хотела сказать, я думала, вы говорите, почему не кидаю? И вообще никого не блокирую. Если только человек матерится, если только человек оскорбляет кого-то, тогда мы блокируем. Если человеку что-то не понравилось, ну, слушайте, не может же всем все нравиться. Я знаю точно, вот я в своих джинсах и в своей майке. Хожу майке уже год. Шикарное качество. Офигенные. Хлопок и хлопок. Завтра будет бесплатно, да, для вас. Вам тоже показать фонтан. Смотрите. Красиво, да? Помада у меня какая на губах. Помада, которую я сама изобрела, сделала. И скоро она появится в продаже. Помада будет называться Виктория Боня Бьюти. Можно ли массаж делать при куперозе? Купероз это, я так понимаю, такие, как они называются? А, купероз это веночки. Как это? У нас не будет вот такого массажа именно кожи. У нас будет массаж мышц. Мы будем скульптурировать, мы будем клеить, вылеплять свое лицо по-новому. У нас не будет массажа кожи. И, в принципе, мы делаем его без каких-либо масел и так далее. Да, не будет у нас, поэтому... Про алоэ веру я вам расскажу, как только я сделаю себе. У меня вот здесь тоже есть пигментация. Вот, видите, маленькие пятнышки. Как только я сделаю, если вот будет какое-то эффективное средство, я вам обязательно потом дам его. Видите, какая я домашняя. Ну, все, я все рассказала. Пойду готовиться. У меня сейчас прямой эфир с первым каналом. Кстати, на первом канале запускается шоу, где будут... Где будут... Известные люди, ну, там, сколько, не помню, человек, по-моему, 8, да, снимать такое реалити-шоу из дома. То, чем они занимаются дома. Так что это шоу скоро запускается, и вы тоже сможете увидеть меня о том, что я делаю дома, чем я занимаюсь. Ну, вы и так знаете, наверное, в Инстаграме смотрится. Вот. Ну, все. Как я переношу негатив в мою сторону? Давайте разберемся так. Это хороший вопрос, такой насущный. Что такое негатив в твою сторону? Есть определенные вибрации, которые люди могут посылать. Это они находятся в этом негативе. Почему я должна примерять чужие вибрации на себя? Скажите. У меня вообще, на самом деле, вот такое прям состояние... состояние позитива, что... Ну, ничто не может меня разочаровать. А если какая-то информация приходит, которая мне не нравится или что-то, я просто откладываю файл и думаю, окей, потом что с ней сделать? Я не пропускаю через себя. Но эта информация должна касаться там чего-то, допустим, что нужно решить. А если есть люди, которых я не знаю и знать не желаю, которые, говорят, какую-то несут ерунду, чушь, гнев, гадость, почему я должна примерять на себя их энергию? Для чего? Кто эти люди? Для чего они мне нужны? Вообще не понимаю. Кто пропустил сегодня сам массаж, я вечером повешу всю полную программу, потому что завтра будет только частичная программа у нас. Мы же даже на самомассаже за час не успеваем с вами всё делать, насколько там много всего. А завтра просто в общем, в целом, да, для всех. Так что вечером сегодня будет на той странице, где вот самомассаж был, там будет висеть наш курс. Я просто сделаю без комментариев. Чтобы не отвлекаться. Хотя с другой стороны и с комментариями, на самом деле. Мы так сегодня хохотали. Такое сегодня было классное. У нас такое было классное утро. Мы так хохотали просто с девчонками. Это вообще, это было прям как с подружками. Как с подружками со своими. Вот. Ну что, пойду я готовиться. У меня через 15 минут эфир. Вот. У меня столько сообщений приходит. Это просто вообще, посмотрите на ту страницу, в личку. Вика, спасибо. Вика, это Вика. Всем, всем, всем очень приятно. И мне безумно приятно в том числе, что вы завтра вместе с нами разделите, со мной разделите это утром. Так, мужчин надо будет выбрасывать оттуда. Надеюсь, они не придут. Так, сейчас посмотрим. Кстати. У вас блоб даже не двигается. Ну зачем нас обманывать? Ну я могу им подвинуть. Хотите, я подвину им? Я как раз думаю о том, чтобы записать курс по мимике. Вот смотрите. Я на своих упражнениях завтра его дам. Я учу людей удивляться вот так. Но я могу сморщить лоб, если мне надо, он у меня морщится. А если я его не морщу, то не говорю о том, что он не морщится, потому что я его не могу сморщить. Я просто не выбираю морщить лоб и не выбираю пользоваться вот этими мышцами, не выбираю пользоваться вот этой мимикой, у которой, допустим, вот эти все ненужные, потом идут последствия. Я просто не выбираю. А не то, что я не могу его сморщить. Это разные вещи. Вы видите различия или нет? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мужчины. Как у вас дела? Как у вас дела? По мимике, да. Но это не простой курс, он сложный. Там работа такая. Думаю, как ее сделать. Я думаю, как его сделать просто. Ладно, я вас целую. Пойду я готовиться. Потом мне надо побыть с ребенком, поиграть, покрасить яйца. У нас завтра католический здесь Истер, Рождество. Вот. Я передаю салам всем, конечно же. Да, завтра у вас будет такой классный день. Если есть, в конце, конечно, можно будем разогревать немножечко. Возьмите масло кокосовое и возьмите, допустим, ну мы можем и руками делать. У кого длинные ногти, лучше возьмите такую мандариночку, чтобы мы ей могли потихонечку нас размять. Особенно завтра, если вы поспите прям до 11 и посмотрите, какие вы будете, если вдруг кто-то отекает опухший, отекший. И что произойдет с вами к концу часа, к 12, вы не поверите своим глазам. Так, я так понимаю, что я зависла. Ладно, я вас целую, обнимаю. Всем пока.